Всем добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже понедельник, 30 октября 2023 года. А новость у нас будет такая. Латвия продает 20 вагонов электропоездов. Сколько же они стоят? Разбираемся. Государственное предприятие пассажиры УВЛЦНС, пассажирский поезд в переводе, выставит на аукцион в общей сложности 20 вагонов электропоездов серии ЕР-2 и ЕР-2Т. Это сообщает официальное издание Латвияс Вестнесис. Вагоны были построены в период, внимание, с 1972 года, друзья, с 1972 года по 1988 годы. Повторяю, вагоны были построены еще в период с 1972 года по 1988 годы. Половина населения Латвии еще тогда не было рождено, наверное, еще вообще на Белом Свете, если не больше половины. И об этом ничего не знают. И которые сейчас там, он там, он строит из себя, как будто они это, знаете, да-да-да-да-да-да. Некоторые деятели даже говорят, я, я, говорит, на баррикадах был, а сам родился в 1992-1991 году, да, примерно. Ну, на каких-то баррикадах был, так? Ой, это я с кем разговаривал. Хорошо, друзья, слушайте дальше. Дальше еще интереснее было. Будет. Ну, я-то читал уже, знаю. Сейчас вы узнаете. Да, это я про деятели из национального объединения и так далее. Ну, молодняк вот этот вот, сами понимаете. О, Господи. При этой... Во, скорые побежали. Да, слышно вам, не слышно через микрофон. Я говорю, летают. Вот, кто нас смотрит постоянно. Ой, еще про население Латвии, Господи. При этом наименьший эксплуатационный пробег вагона составляет 2 миллиона 700 тысяч километров. Это наименьший пробег. А наибольший пробег вагона составляет 6 миллионов 100 с лишним тысяч километров. Не квадратных, а пробег километров. Вы вот... Да, я остановлюсь. Это сравниваю. Может быть, кто-то и не допонимает. Пробег. Вот, посмотрите. Вы машину покупаете с пробегом сколько? Желательно хотите с малым пробегом. И чтобы она не кашляла и не чихала, да? И не пердела и не сопела. Ну, я про машину говорю. А это миллионы. Ну, я понимаю. Там сталь. Там легированная сталь. Там... Ой, Господи. Ну, что вы. Там запасом все было построено. До сих пор на здания стоят. Да, конечно. Я про советские постройки говорю. Они до сих пор еще... Посмотрите. Скоро миллиард километров. Они все еще пыхтят. Дальше слушаем новость, друзья. Она новость-то небольшая. Но я... Я когда читал... Не знаю. Не то смеяться. Не то плакать. Не то что. Приложение условиям аукциона. Еще на аукционе. А смотрите сейчас по какой цене их будут продавать. Указано на аукционах условиях, что на продажу выставлены пять прицепных вагонов, электропоездов серии ER2, где самая низкая стартовая цена составляет 15510 евро. А самая высокая 24446 евро. Все в них записано. Каждый болтик, винтик и шайбочка, шайба Гровера и так далее. Там у них кто-то, хоть и ржавые, но все равно записано. Также на аукцион выставлены 11 электровагонов серии ER2, где минимальная стартовая цена 15406 евро. А самая высокая цена 51997 евро. Ну может быть и не ржавые там. У шайбы Гровера обычно они ржавеют. Да, 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 да. Ну если не будут смотреть. Кроме того, на аукцион выставлены два головных вагона электропоездов серии ER2, где минимальная стартовая цена составляет 37896 евро за один вагон. А самая высокая 49739 евро за один вагон. Шаг аукциона для всех типов вагонов составляет 550 евро. Ну как там на аукцион? Давайте очередь занимайте. А что вам? Может пригодится. Ну сейчас узкоколейки будут, правда, но я не знаю. Может быть как-то их сузить, распилить или колесные вот эти вот поменять пары. А аукцион завершится 27 ноября 2023 года в 13.00. Так что не забудьте, друзья, во сколько он завершится? Он до 27 ноября этого года в 13.00. Запомнили? В час дня. Не забудьте еще, кто забыл, стрелки переведите часов. И стрелки переведите на узкоколейку. Да, да. Ехал поезд и хопа переехал. Ну ладно. Напомним, что к концу года министерство сообщения Латвийской республики грозилось запустить на рельсы в Латвии новые поезда. Друзья, я даже хочу повторить. Я уже сколько новостей делал. Я жду, мы ждем, не дождемся, господи. Уже Рождество на носу уже. Вот оно. Мы уже построили навес уже от снега. Снег шел вчера, да, повторяю. Где? Где у нас новые электрички чешские? Напоминаю, что к концу года министерство сообщения Латвийской республики этого года, они уже не к концу года грозились сначала. Они грозились сначала весной, потом летом, потом в конце лета, в начале осени и понеслась. Грозилось запустить на рельсы Латвии новые поезда. Где? Нету их. Процесс их закупки для замены советских электричек продолжался около 15 лет и сопровождался многочисленными скандалами. Я, друзья, чтобы понятно было. За ваше здоровье. За новые электрички и за узкоколейку. Ой, друзья, непочатый край. Вот разбираться вот с этими вот... Хотел их сказать, назвать идиотами. Ой, я уже назвал, ну ладно. Сказку рассказал я вам, да, да, да. Если что, всем привет. Ну вы понимаете, кому, друзья. Пишите комментарии, что вы на этот бардак, бардачило вот это думаете, друзья. Честно, уже ни зла не хватает, вы знаете, ни какой-то там, ну я вам сказал, уже ни радости никакой нету, никакого удивления. Уже до того привыкает человек. Посмотрите, они до того приучили народ. Вот что обещают, они за слова не отвечают. Натворят делов, они не отвечают. Наворуют, не отвечают. Еще напакосят что-то. Ну вообще ни за что не отвечают. Никто, ни за что. О, круговая порука у них там, да, на, между сосновыми, еловыми и там, и ольховыми и так далее. Вот где шишки есть, вот там у них. Все шито-крыто. Вася-вась, вась-вась, круть-верть. А зашибись они устроились, посмотрите, в последние годы. А их оттуда не ебут, там не ебут, ну вы понимаете, о чем я говорю. А их и тоже их не бьет. Вообще не понимаю, друзья. В чем дело? А вот попробуй, простой человек, простой человек что-нибудь не выполнит. Все, сожрут сразу же, заклюют. Видите, как уже на крючок всех подвесили, буквально всех. Новостей, говорю, друзья, во море. Сегодня некогда было. Вообще некогда, постараюсь наверстать. И вчера уже тоже некогда было. Ой, друзья, ну это ужас, ужас, что творится. Ну ладно, ну продаете вы эти 20 вагонов электропоездов. Ладно, я бы назвал эту цену. Ну где новые? И почему уже четвертый десяток, как свободная Латвия? Почему до сих пор мы ездим на советских задрыпанных, я говорю, вот этих электричках? Уже не устану повторять. Все, друзья, иначе я сейчас заведусь. Надо оставить на... Надо энергии оставить для других видео, друзья. Мне только тяжело без мата, друзья. Вы знаете, как тяжело? Вот я хотел самотюкаться. И мне бы было легче довести вам информацию. Вот одно слово матное, вот матом так как резанул, два-три предложения покрывает. А три-четыре-пять матных с матом. Вот вам и все видео. Ну ужас, друзья. Нет. Ладно, друзья, я заканчиваю. Это я уже начинаю. Я сейчас перейду на мат. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Вот так вот, друзья. Я серьезно говорю, друзья. Это вообще что происходит? И народ... Я знаю, друзья. Я сейчас ничего не закончу. Можно? Чуть-чуть я с вами побеседую. Знаю. Работал. Ну, сейчас, конечно, не работаю. Да, трудовую деятельность свою посвятил заводам. Знаю, о чем думает народ. О чем думал в 80-х, 90-х, 70-х, 60-х даже еще застал. Ну, 50-х не застал. Я еще не... Нет, нет. Да. На свежий воздух еще не вышел. Да. Ну, вот слушайте. Знаю, чем думает народ, чем живет. До того запуганный народ. Красно, друзья. Боятся потерять рабочее место. Потому что все повязаны в кредитах. Боятся потерять квартиру. Боятся потерять то, сё, херё моё. В основном потерять жильё. Надо оплатить за жильё? Надо. А, думаете, это не знают? Знают они прекрасно. Вот эти вот шишки. Так и хочется мне. Прекрасно знаю. Вот надо как-то найти такую, чтобы распахнулось вот это вот. Вот это гнездо, чтобы... Ну, как вообще ликвидировать, друзья. Я даже не знаю, как назвать. Ни к чему не призываю. Вы понимаете, о чём я хочу сказать. И до того они там все уже разъелись, заелись. Жду первого января. Да. Всё, друзья. Заканчиваю. Ещё раз всем здоровья. Счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк под видео. Большая просьба. И заранее всем большущее спасибо. Вот это и будет самая большая поддержка. Мы уже не просим ничего, чтобы поставьте там суперлайк. Но если суперлайк поставите, мы, конечно, не откажемся. Суперлайк это уже за деньги, друзья. Но там ценники есть. Если кому интересно, зайдите. Суперлайк. Есть такая функция. Есть, есть, друзья. Заранее всем большущее спасибо. Да. До следующих видео, друзья. Хотел что-то ещё продолжить. Ну, друзья, в одном видео это много. Мысли. Во, башка уже какая. Смотрите. Всё. Уже очки не закрывает. Друзья, всё. Никак не распрощаюсь. До свидания, друзья. Ещё раз всем большое спасибо. До следующих видео.